Тот вопрос, который вы сами затронули. Эти страшные рубки старовозрастных детских лесов, великолепных великолепных вельников, в Верховьях, Витина, это вот Киловско-Девская плаца. Вот в этом году мы наконец попали в эти места и мы их прошли. А с видеокамерой мы засняли. А действительно выглядит ужасно. Это просто свалка. Кто это все допустил? Ведь за 40 лет это при советской власти, при КПСС, так? У нас практически вырубили лучшие кедровники в Приморье. Их осталось совсем мало. По сути дела. Это кедровники самое главное, ценное. Причем не только вырубили, но захламили эти лесосеки и там долгое время, в течение, может быть, одного-двух поколений, возродиться снова кедров. Приморскую технологию забыли. Ее втоптали в грязь, понимаете? И надо сказать, что Москва в то время, как Асигин, в то время так, они, значит, считали, что Дальний Восток далеко, что там можно брать и нужно брать. Это было в то время. Ну, а дальше? У нас сейчас, в последние годы, и недавно совсем, когда уже начала, у нас новая администрация появилась, в том числе и Кузнецов, в то время был глава администрации края. А они, собственно говоря, пошли... Да что, Кузнецов? Собственно говоря, впервые на это пошел Горбачев Михаил Сергеевич. Он вместе с Родеву, это корейским президентом, значит, так, они договорились о том, что надо, можно рубить леса в Приморье, потому что они стоят, они высыхают, но это версия такая, что они высыхают. Так, их надо рубить, потому что они деньги, доллар, золото-то так лежат и под спутник. Доллары, которые все уходят за границу, здесь не остается ничего. Совершенно верно. Они пошли и договорились, что рубить. Вот так вот была организована при помощи Биаллеспрома или Приморлеспрома, так, значит, при помощи Гробовского в свое время, а потом дальше Дорошенко, при помощи сейчас администрации нашего края в какой-то степени, так, рубить леса в Приморье надо, надо, но как при помощи соблюдения технологий и всяком понятии соблюдения того, что в лесах первые группы, особенно сихот и олин, в лесах леса первой группы, которые создают сохранность природы. Вот это, значит, понятие, откуда понятие могло быть, потому что все стоящие люди у вас, в том числе, я имею в виду из Москвы и до самого окраина, то есть до нашего района даже так, люди не экологи, люди не знают. Далекие вообще от природы, от какого-либо чувственного, чувственного с природой, нахавсвязанность природы, взять в нее, а вот то, что восстановить, то, что сохранить, это у них нет. Сколько было клеветы, сколько было лжи в этом отношении, что НДР, что Даль-Лиспром, или Приморский Стром, так, что обсадят новыми деревьями, что все это будет сделано, что будет тайга восстановлена, зачем врать и лгать, кому лгать? А что-то было научных красивых теорий, что это будет совершенно новая технология руки, квадратами и так далее, и так далее, и так далее. Все это просто приукрашивание всей этой варварности битвы. Замазывание глаза всем так вот, то, что кто не понимает, причем давали стимулы о том, что мы вам построим то-то, то-то сделаем, сделаем, сделаем так. И главное, что здесь украдим. Но ведь люди, которые лесники, понимают о том, что этого сделать нельзя, но дальше, кроме этого, даже ученые многие, продажные, я имею в виду ученые, я не буду называть их фамилии, они сейчас там работают, то прямо писали, что рубить можно, и рубить даже нужно. А вот как рубить? Вот они тут говорили, что как рубить, но ведь дай свинье пойти в огород, она свое возьмет, так и дай, только возможность разрешить. Только выпиши билет, и все пойдет, как и пошло. В Тернейском районе, по сути дела, это видно наглядно.